Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг, 23 сентября, заявила, что лошади больше не будут использоваться в приграничной зоне Дель Рио, штат Техас, после того, как появилось изображение пограничника США, который верхом на лошади пытается задержать мигрантов возле лагеря на берегу реки. Псаки осудила использование агентами пограничной службы США поводов для «запугивания» мигрантов, как она высказалась, пытающихся перейти реку, и сказала, что расследование продолжается. Псаки также опровергла сообщение о том, что Белый дом будет отправлять мигрантов с южной границы США в Гуантанамо. Тем временем, миграционный кризис продолжает нарастать в США из-за политики Байдена. Даже в этой ситуации видно, что режим Байдена беспокоится о нелегальных экономических мигрантах, а не американских гражданах или пограничниках, пытающихся сдержать наплыв нелегалов. Во-первых, мы считаем, что эти изображения власти верхом на коне, имеющие дело с мигрантами на границе с Техасом, ужасны. Есть расследование, которое президент, безусловно, поддерживает надзором Министерства внутренней безопасности, которое, как он сообщил, будет проведено быстро. Я могу также передать вам, что секретарь также передал лидерам гражданских прав ранее сегодня утром, что мы больше не будем использовать лошадей в Дель-Рио. Так что это, похоже, изменение политики, которое было внесено в ответ. Можете ли вы окончательно уточнить, будет ли администрация отправлять мигрантов на границе в Гуантанамо? Мы не будем. У нас никогда не было плана этого сделать. Вчера министерство совершило два рейса для репатриации. Я просто собираюсь предоставить вам немного больше информации, чем вы просили. Просто, чтобы она была у всех. В общей сложности на борту 318 граждан Гаити. Эти полеты будут продолжаться. С воскресенья 19 сентября 12 рейсов для репатриации вылетели из Соединенных Штатов. 1401 гражданин Гаити был возвращен в Гаити. 3206 граждан Гаити были переданы из лагеря в Дель-Рио под стражу Сибиоэр, таможенный пограничный патруль, а также другие секторы Соединенных Штатов. Границы, чтобы быть высланными в соответствии с разделом 42, если это возможно, либо подвергнутся процедуре высылки. Иногда это требует обсуждения, чтобы определить дальнейший путь. Таким образом, в секторе Дель-Рио остается менее 5000 мигрантов. Субтитры создавал DimaTorzok